С 1 января 2020 года в стране внедряется всеобщее декларирование физических лиц. В эту систему должны войти все граждане Казахстана. Сначала единожды каждый житель страны должен сдать так называемую входную декларацию об активах и обязательствах. В ней укажут наличие движимого и недвижимого имущества. А уже с 2021 года каждый казахстанец должен будет ежегодно сдавать в органы госдоходов декларацию о своих доходах. Уже в 2020-м все казахстанцы, в том числе уралманы и имеющие вид на жительство, должны войти в систему всеобщего декларирования. Это новшество для борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Сдавать декларацию о своих доходах и имуществе нужно будет обязательно ежегодно. Даже если имущество записано на несовершеннолетнего или он будет иметь доход, показать его обязаны законные представители. Иностранцы, имеющие на территории страны что-то, что подлежит госрегистрации, также обязаны войти в систему всеобщего декларирования. Что значит вхождение в систему всеобщего декларирования? То есть все мы одноразово, все граждане сдадим входную декларацию. Декларация 250-я, она называется об активах и обязательствах. То есть, значит, единоразово все граждане зафиксируют все, что имеется на праве собственности по состоянию на 31 октября 2019 года. Следующее имущество, во-первых, имущество, которое подлежит госрегистрации, это недвижимость, да, дом, квартира, гараж, дача, земельный участок. Теперь движимое имущество, то есть автотранспортные средства, да. Кроме того, значит, необходимо показать, если имеешь долю участия в юридическом лице или являешься обладателем ценных бумаг. Кроме того, по желанию самого налогоплательщика он может указать следующее имущество, значит, первое, это наличные денежные средства. Значит, законом предусмотрена сумма наличных денег, которую может показать физическое лицо, должно быть в пределах 5 880 МРП, то есть 14 миллионов 800 тысяч. Если у человека есть наличные деньги свыше этой суммы, поясняют в департаменте госдоходов, он должен положить их в банк и показать, как деньги на банковских счетах. Или превратить в другие активы, например, купить недвижимость или транспорт. По желанию человек может показать дебиторскую или кредиторскую задолженности. Здесь также, если сумма их превышает вышеуказанную – 14 миллионов 800 тысяч тенге. Кроме того, по усмотрению самого физического лица он может показать биологические активы, это животные, драгметаллы. Если стоимость одного изделия превышает опять-таки 5 880 МРП, может показать антиквариат и в законе написано «прочие имущества». Именно приходится разъяснять, что такое «прочие имущества». Дело в том, что да, у человека может быть, на праве собственности, иметь телевизор, холодильник и так далее, шубы. Но здесь в законе написано, что «прочие имущества» по усмотрению физического лица он может показать, но обязательно при наличии подтверждающего документа стоимости этого имущества. Или, допустим, чеки, товарные чеки или банковские документы. Кроме того, если нет этих документов, он должен пригласить найти оценщика и составить оценку данного имущества. Сначала все казахстанцы сдадут так называемую входную декларацию. Указать в ней имущество и доходы до 15 сентября 2020 года по закону должны все без исключения. После ежегодно каждый житель страны будет декларировать свои доходы. За недостоверно указанные данные или не сдачу декларации сначала сделают предупреждение. За повторное нарушение придется заплатить штраф 7,5 тысяч тенге. Сдавать декларацию можно будет как в бумажном, так и в электронном виде с помощью ЭЦП. Специалисты Департамента госдоходов начали проводить разъяснительную работу среди населения. По всем возникающим вопросам можно обращаться в ведомство.